Это решение, в общем-то, неправильное, хотя обоснованно. Чем обоснованно? Обоснованно тем, что повод был и пробы были. Это обоснованно. А почему скажу обоснованно? Потому что я сам чемпион мира и знаю, что это такое. Чемпион мира по какому? По гребле академически, летний вид спорта. Судя по новостям, судя по тому, что по телевизору передают, доказательств нет никаких, что нарушали. Я сам являюсь, считай, в молодежной сборной России. То есть и всех спортсменов, в своем виде спорта. Я знаю, что никому, никто, считай, мне какие-то специальные таблетки ничего не давали. И, ну, просто это на политическом уровне все сделано. Специально, чтобы как-то... Реализировать страну? Да. А вы в каком спорте? Санэспорт. Ну, если применяли, тех, кто применяли, тогда не надо допускать. Ну, зачем же целую страну наказывать? Ведь много есть нормальных спортсменов. Я думаю, это политические игры. Поэтому, так как Россия становится великой державой из года в год, поэтому начинают нас как-то ущемлять такими методами. Нет, конечно. Потому что я сто процентов уверен, что наши не принимают допинг. Это я не знаю, это американцы, я не знаю, что-то гонят просто на Россию. Все, мне кажется, все оттуда идет. Я считаю, это именно только политическое решение. Именно со стороны, думаю, Америки, наверное, Европы. Ну, а как все сказать, ну, боятся и все. Такой вот у них ход решения был. Ребята должны ехать и зарабатывать свои очки. Это их жизнь, это их деньги, это их судьба, это их жизнь. Это семьи, это все. Одеваться некуда. То есть под нейтральным флагом? Конечно. Ну, что ж теперь делать? Всякое было. В 80-м к нам тоже не приезжали. Мы в 84-м не поехали. Ну, что ж теперь делать? Это их личное дело. Если хотят, пусть принимают участие. Не хотят, нет. Я бы не стал принимать участие. То есть все-таки надо под своим флагом выступать, да? Ну, да. Страну просто что сделаем? Унизили публично. Зачем по их правилам работать? Нужно свои правила устанавливать. Как наш хоккеист Ковальчук говорит, что наши спортсмены на это обращать внимание не будут и все равно будут биться только за первые места. То есть вы считаете, поддерживаете тех, кто хочет все-таки поехать под нейтральным флагом, да, на Олимпиаду? Правильное решение? Да, конечно. В любом случае мы будем болеть за Россию. Ну, я могу сказать только то, что спортсмены, которые желают выступить, то есть под нейтральным флагом, то есть имеют полное право. Потому что они, считай, стремятся к этому всю свою жизнь и решать это, то есть мы не вправе. Большинство спортсменов всю свою жизнь посвятили этому, чтобы вообще заниматься спортом и дальше продолжать свою карьеру. А у них отнимают все, что в них есть. Но они уже там, ну у них другого выбора практически нет. Я думаю, что их нельзя осуждать за то, что они хотят своей мечты и идут или еще дальше. Если запрещают под нашим флагом и хотят под каким-то нейтральным, чтобы наши выступали, то это вообще дикость просто какая-то. Я лично против всего этого. Я не знаю, куда Путин смотрит на это дело просто. Хотя он говорил, что он будет там что-то делать, ну, не знаю. Что будет дальше, покажет время. Если поедет наша первая команда из тех чистых спортсменов, то да, то будет нормально. А если дадут возможность второму, третьему составу, конечно, не будет нормально. Второй, третий состав там же ничего не сделает. Думаю, что может. Какого плана? Да все, что угодно. Потому что еще в советское время подвохи были. Норовили там подсыпать всякие запрещенные препараты, а потом выявляли, что это допинг. Такие скандалы были и не раз. Просто в советское время не решались так поступать слишком уж так сильно. Потому что страна была сильная. Ну, я считаю, могут. Раз уж уже с пареолимпийцами сделали такое, то точно какой-то корысть точно сделать. То, что не пускали их и так далее. Ну, я думаю, будет что-то. Я, если честно, не могу сказать. То есть, ну, в любом случае могут быть какие-то подставы. То есть, у нас все-таки большой спорт и всякое может произойти. Там, подписал не ту бумажку, в еду подсыпали что-нибудь. То есть, ну, всякое возможно. Да все может быть. Видите, что мы из года в год видим, какие перипетии в политике происходят. Поэтому все может быть. Да, конечно, могут. Потому что я не... Ну, как сказать. Если им запретили под российским флагом, сказали, езжайте под нейтральный. Я вообще не понимаю, что такое нейтральный флаг. Я даже не понимаю, что это такое. Ну, конечно, будут стоять палки в колесах. Как и по-другому никак. КОНЕЦ Продолжение следует...